КАМСКОГО АВТОГИГАНТА Об этой машине мечтали ее создатели, инженеры, конструкторы, технологи, специалисты самых разных профессий. И, может быть, больше всех мечтали о ней водители. Им не терпелось освоить новый, мощный, современный автомобиль, сработанный по последнему слову техники. По грузоподъемности новичок не уступает мазу. По быстроходности превосходят все грузовики, а по комфорту и легкости управления сравним с «Жигулями». Я работаю на этой машине уже 6 лет. Что можно хорошего сказать о КАМАЗе? Машина, прежде всего, доступна и старому, и малому, и сильному, и слабенькому. Машина как рассчитана, ну, на легкий труд. Ну, надо сказать, что машина хороша еще тем, она большой грузоподъемности, а мотор сильный. Для этой грузоподъемности тащат хорошо. Хороший обзор, зеркала заднего вида позволяют видеть все сзади у этой машины, несмотря на то, что длинная ли она, короткая ли она. Что я скажу о КАМАЗе? Машины хорошие. Раньше я на Крайзе работал, пустовал очень. Машина легкая, вот сегодня на улице мороз, 18 градусов. Завел быстро, кабинет тепло, видите, как сижу. Управление легко, работать можно. Машина легкая, вот сегодня на улице мороз. Так что я думаю, машина очень удачная. На КАМАЗе я работаю с тех пор, как завод начал его выпускать. До этого мне приходилось работать на многих марках автомашин. Мне кажется, что в КАМАЗ водители влюбляются сразу и, по-моему, навсегда. Трудно найти водителя, который бы сменил работу после работы на автомашине КАМАЗ на другую марку автомашины. Можно сменить, но только на КАМАЗ улучшенной конструкции. Сегодня КАМАЗы прочно вписались в самые разнообразные пейзажи нашей Родины. От Карпат до Тихого океана. КАМАЗ быстро овладел десятками новых для себя специальностей. Без него уже немыслима работа в карьерах и настройках, в колхозах и совхозах, на междугородных перевозках и в сложном городском хозяйстве. В Казанском экспериментально-производственном автохозяйстве познакомились с новой машиной, одними из первых. Случается, и КАМАЗы выходят из строя. Как показывает опыт, в семи случаях из десяти отказы происходят по вине водителей. К другому водителю сядет в шкафину, грязь, грязные ключи валяются на полу. Это, как правило, водители старой формации, которые привыкли работать по старинке, которые привыкли работать на авось, а КАМАЗ такого отношения к себе не терпит. КАМАЗ требует водителя новой формации. Водитель должен быть грамотный, дисциплинированный. И специальное обучение для работы на автомашине КАМАЗ также необходимо. Водители будущего. Кто они? Вчерашние мальчишки. Сейчас они учатся, впервые садятся за руль, впервые пробуют дорогу. А на полигоне, в Дмитрове, под Москвой, пробуют дорогу опытные образцы КАМАЗов, выпуск которых — дело будущего. Таких крутых подъемов на наших дорогах не бывает. Тем не менее, эту горку КАМАЗ штурмует отлично. Причем груженой, как говорится, с полной выкладкой. Вот так, в перевалочку, КАМАЗ должен пройти многие километры. Испытателям достается, но машина при этом проходит один из самых серьезных экзаменов на прочность и надежность всех узлов ходовой части. Такая вибрация возможна только на специальных дорогах полигона. Это тоже входит в программу испытаний. КАМАЗы проходят испытания успешно. Машина совершенствуется, становится все более удобной, долговечной. Ежегодно в конструкцию выпускаемой модели вносится до 500 конструктивных изменений самого разного порядка. Это испытание называется перестановкой. Машину надо резко переставить в другой ряд имитируя аварийную ситуацию. КАМАЗ прочно стоит на ногах. Скорость 69,5, занос 5 паров, отрыва нет. Маш, понял. КАМАЗ требует культуры, точности, пунктуальности. Кому же владеть ключами от новеньких КАМАЗов? Кому выходить завтра на трассу страны? Этим ребятам сидеть за рулем в уютной кабине, чувствуя могучий рокот двигателя. Работа надежна, конечно. Я бы в другую машину не сел. Хотя бы она и новая, но не сел бы. КАМАЗ, еще раз КАМАЗ. Конечно, на другую какую-нибудь машину я эту машину не променяю. Если раз только будет новая модель КАМАЗа. КАМАЗ.